Надежда Мамаева. Интервью для Мэри Сью. Раздразнить дракона. Пролог. «Предатель!» — в сердцах воскликнула я, глядя на то, как на моём надёжном товарище и верном соратнике вспыхнул красный индикатор. Старенький диктофон будто извинялся и предупреждал. «Прости, подруга, но ещё несколько часов работы, и я разрежусь уже навсегда». Умом я понимала, что рано или поздно этот день настанет, но в душе жила неистребимая вера, что когда-то, ещё далеко, и уж точно не сегодня. Но вот и она сдохла вместе с аккумулятором. Захотелось расплакаться от отчаяния. Я была неразлучна с диктофоном с тех самых пор, как попала сюда. Он выручал меня, бережно храня в своей цифровой памяти малейшие оттенки смыслов, интонаций, витиеватых сплетения велеречивых рассуждений и чётких отрывистых реплик, что больше всего напоминали приказы. Мой диктофон — подарок самой себе на двадцатилетие. Он был той, связующей нитью, тем канатом, на котором держалась моя вера в то, что я вернусь. Вновь окунусь в круговерть, если не совсем счастливой, то хотя бы понятной жизни, с повышенной стипендией, стажировкой, навязчивым однокурсником Сашкой, задавшимся целью перенести наши строго вертикальные, хотя я вообще мечтала о параллельных, отношениях в горизонтальную плоскость. Всё это ещё недавно такое привычное и уютное своей повседневностью оказалось в прошлом. Сейчас меня окружала суровая реальность мира, где не ведают, что такое интернет. Зато о троллях наслышаны и даже знают верное средство от них. Тяжёлое, как веское слово, и острая, как политическая шутка, но весьма материальная. Называется двуручный меч. Один такой прибор для борьбы с троллями лежал сейчас неподалёку. В комплекте к нему должен был прилагаться рыцарь. Но это у приличных людей набор соответствует инструкции. У таких же рыжих, как я, недостающие детали вечно приходится заменять её величеством импровизации. Так и в этот раз. Меч, одна штука, был. Сдохший тролль тоже в количестве одной единицы наличествовал. А воинам в нержавейке от местного Армани, увы и ах, даже не пахло. Впрочем, и без помощи рыцаря, из меча и здоровенного горного уродца вышла призанятная композиция, разместившаяся посреди лесной поляны. Единственным зрителем онной была я, сидевшая под разлапистой ёлкой. Но мне не было дела до раскинувшегося звездой тролля, пронзённого мечом, и ныне на полставке изображавшего шашлык. Я скорбела по своему диктофону. Ему я порою решалась выговориться без утайки. Он выручал меня, когда память могла подвести. В этом мире, где в небесах царствуют драконы, а под землёй роют шахты гномы, старенький диктофон, собранный трудолюбивыми руками жителей Поднебесной, был моим талисманом, амулетом, который оберегал веру в то, что я сумею вернуться домой. Слёзы всё же побежали по щекам. Злые, горькие, отчаянные, беззвучные. Решительно стёрла их рукавом. Глянула на горного истукана. Здоровенный зараза. Но справилась же я с ним. Значит, и с остальным тоже справлюсь. Сумею, смогу, во что бы то ни стало. Я же будущая журналистка. Взгляд упал на экран. До полной разрядки ещё есть пара часов записи. Отложить? Растянуть агонию или... В памяти верного друга было множество звуковых файлов. Голоса, записанные тайной в открытую. Мысли и рассуждения. Но все чужие. Нажала на кнопку записи. Пусть хотя бы последняя будет обо мне. Время шло. Начать говорить о себе оказалось на удивление тяжело. На поляне стояла тишина, а я всё не могла произнести ни звука. Наконец, чтобы облечь слова в форму, решила взять интервью. Сама у себя. Мысль ещё не успела до конца оформиться, а журналистский рефлекс уже сработал, и прозвучал стандартный вопрос, с которого начинается большинство интервью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова